Всем привет, друзья, с вами Гамилькар Барко и сегодняшнее наше видео будет посвящено Game Battle War онлайн боям. Бой проходил по правилам СВП на 15000 в GameRanger. Я взял фракцию Армения, против меня фракция Германия. За Германию играет довольно-таки опытный игрок, но он, правда, бесклановый. Состав мой на этот бой за армян. 6 золотых лучников, золото-атака, золото-защита, 4 копья армянских непрокаченных, 1 хашка, ну, для тех, кто не знает, хашка это конные лучники, прокаченные золото-атака и, само собой, катафракты. Куда же без катафрактов. 6 катафрактов, полностью в золоте. Генерал у нас тоже катафракт. Плюс я взял на остаток денег, у меня осталось 360 динариев, я взял двух пельтарского армянских. Так, поставим на перемотку, посмотрим, какой состав у моего соперника. Ну, здесь идет пока расстановка. Стандартное построение, ничего тут нового. Копья в разумном строю, перед ними стоят лучники, тоже в разумном строю. Пельтасты в разумном строю и катафракты обычным строем. Так, смотрим состав за Германию. Мой соперник за Германию взял два отряда легкой кавалерии. Золото, по-моему, прокаченные полностью. Да. Пять отрядов готической кавалерии, тоже в золоте. Два берсерка. Шесть копий немецких. Так, прокаченные они. С бронзозащитой, по-моему, все шесть отрядов. Ну, и у моего соперника нет лучников. У него застрельщики пельтасты, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Ну, наверное, мой соперник не стал брать германских лучников, потому что они очень дорогие. Один из самых дорогих. Других стоит, по-моему, 700 динариев, если я не ошибаюсь. Пельтасты стоят всего лишь 150-300 динариев. Поэтому он решил взять на этот бой именно пельтастов. Ну, по такому составу можно понять, что соперник сейчас пойдет в раж. Да, у него нет лучников. Стреляться ему... Пельтасты достаточно быстро отстреливают свои снаряды, и уже приходится идти в рукопашку. Поставим на перемотку. Чтобы быстрее все начал. Ну, видите, мы стоим. Я изучаю состав соперника. А соперник изучал мой состав. Поэтому такая пауза была. Ну, вот, видите, по подвое двойска я тоже своих лучников вывел вперед. Начинаем стреляться. Вот здесь я допустил такую одну ошибку. Вот, видите, здесь, пока я был отвлечен действиями в центре, я проебал момент со своей хашкой, пока я вывел своего катафракта, чтобы отогнать легкую каву немцев. Он уже снес половину моей хашки. Ну, и здесь у нас начинается перестрелка. Видите, я начинаю стрелять по копью германскому. Эти мои пельтасты тоже откидываются. Хашка достаточно близко к их копьям действует, но в пределах разумно. И вот здесь я совершаю вторую свою ошибку. Смотрите. По сути, по сути, Германия, она уже проиграла перестрелку. Мне просто нужно было сейчас попробовать отступить куда-нибудь вот сюда. И пока я отступал, лучники бы еще немножко пострелялись. И все было бы гораздо проще, чем у нас сейчас получится. Смотрим дальше, что происходит. Видите, собственно говоря, под залпом я всеми лучниками стреляю. По одному пельтасту, и пельтаст бежит. Копью одно прострелено на 28, второе на 43. Видите, смыкает строй. Я здесь принимаю ошибочное решение. Я решил не отступать, я решил вступить здесь в бой. Тоже, видите, смыкаю своих копейщиков, отвожу их в сторону. Лучников тоже отвожу, но, видите, здесь идет чардж кавалерии в бок. Моим копьем. И сразу одно копье сдувается. Начинается паника, сдувается второе копье. Я здесь... Наконец-то решился атаковать своими катами. Но и довольно-таки неплохо чарджанул бибческую кавалерию. И здесь начинается замес. Я отвел своих катов на левый фланг, потому что половина вражеской кавалерии была именно на этом фланге. Я отвел ее, чтобы завидаться с ними. И здесь, видите, что происходит. Полностью смяли моих копейщиков, лучников. Все бежит. У меня фактически остались только одни катафрактарии. Я здесь... Ну, получился такой обмен. Я снес большую часть вражеской катической кавалерии. А это основная сила соперника. Но взамен отдал почти всех своих лучников и всех своих копейщиков. Но катафракты у меня достаточно мало потерь понесли. Видите, в одном отряде 26. В другом 27, 27, 27, 27, 26. Получически без потери обошлись мои катафракты. Не извиняюсь. Ну, и здесь дальше начинается такая погоня. Я сейчас, видите, решил берсерков в Чарджану. Здесь большие потери. Большие потери, но... Наверное, тоже моя ошибка была. Достаточно серьезные потери я понес. Видите, грудок от афрактов тут лежит. Нельзя было, нельзя было, наверное, так делать. Здесь я решил напасть на пилепельтастов. Берсерки тут как тут, режут моих катов, как щенят. Но зато удалось разбить пару отрядов. Видите, какие потери в этих двух стычках понесли мои катафракты. Ну, и здесь я уже был на волоске. На волоске от поражения, но вернулись мои копии, лучники. Вражеская конница отвлеклась, наверное, именно на них. Здесь почему-то я решил в лоб Чарджануть копии. Да, тоже непонятно. Зачем я это сделал? Потерял пять катов в этом моменте. Вот здесь стоит вражеская конница. Я это заметил и... Попробовал залететь на них. Вот здесь копьем задержал чуть-чуть. И катами попробовал догнать. Плюс лучники. Или это пилепельтастые? Это пилепельтастые. Пилепельтастые откинулись. Вот здесь я догнал вражескую легкую. Достаточно удивительно. Удивительный момент. Видите, и, блядь, эти два берсерка бегают и сносят моих катафрактов. Здесь у нас начинаются такие качели. Я пытаюсь догнать его кавалериум. Своей кавалерии догоняет оставшиеся мои отряды пилепельтастов, лучников и гоняет их. Ну и здесь тоже, получается, такой момент нехороший. Я пока пытался догнать его кавалерию своими копьями. Копья, да. Попробовал завязать моих катов, и у него это получилось. Ну, довольно-таки серьезные потери он понес в этой стычке. Я пытаюсь отвести своих катов. Здесь подтягивается его кавалерия. Я решаю, здесь, видите, его генерал. Весь, весь, весь свой удар я направил на то, чтобы отвести их генерала. Генерал бежит. Я продолжаю давление. Видите, начинается паника. Начинается паника сеяться. Но я решил отвести, отвести войска, потому что все-таки здесь копья. Решил зайти с другого фланга, видите. Паника. И фактически у врага остается моего соперника три копья. Отряд из трех копейщиков. Плюс здесь стоят у него стрелки, пельтасты. Они откидываются сейчас, но пельтасты не могут причинить серьезного вреда, катафракта. Это практически нереально. Я здесь решил немножко провести копейщиков, чтобы они не вернулись уже обратно. Вот здесь этот сраный берсерк меня уже заебал. Я решил убить или это не в этом моменте было. Нет, не в этом моменте. У меня здесь вернулось одно копье. Видите, я этим копьем гонюсь за группой, за стрельщикой. Плюс хашка вернулась. Я тоже что-то делаю непонятно, что я делаю там. Там, видите, отряд легкой кавалерии вернулся. Соперника моего я здесь одним отрядом катафрактов провожаю. Убегающие войска, чтобы они уже точно не вернулись обратно. И вот здесь мой соперник, оставшимися своими копьями, решил вот такой треугольничек построить. Режим обороны против моих катафрактов решил избрать. Так, давайте поставим на перемотку. Здесь ничего такого интересного не происходит. Ну, видите, он своим отрядом легкой кавалерии догоняет моих... Догоняет моих пельтастов, которые вернулись, и сносит их. Пока я подтянул хашку, достаточно большие потери. Осталось всего лишь 14 человек в группе. Он своей легкой, видите, я тоже совершил ошибку, очень много ошибок в этом бою. Видите, просто так отдал свою хашку на съедение легкой каве. И вот здесь еще один момент, смотрите, тоже легкой залетает, сносит моих пельтастов. Но в обмен все-таки удается мне выловить его легкую. Своих катов я выстроил напротив треугольничка вот этого вот бокса, который выстроил мой соперник. Подвел единственный отряд пехоты, который у меня остался. Это вот отряд копейщиков армянских. Я его подвел с целью до того, чтобы попробовать этим отрядом копейщиков завязать в бою вот этот отряд копейщиков и уже чарджануть вот этот второй отряд копейщиков. И смотрим, что будет происходить тут дальше. Давайте я подвожу своих копейщиков. Бегом. Отдаю им приказ опустить копья. И тут он бросается своими пельтастами в атаку на моих копейщиков. Я разделил войска для того, чтобы атаковать с двух сторон. И посмотрите, залетаю. И здесь происходит эффект паники. Видите, пельтасты начинают убегать. А когда пельтасты, ну когда любой отряд бежит и находится в гуще событий, да, когда вокруг него много своих юнитов, своих отрядов. И когда эти отряды уже усталые, видите, усталый отряд один разогрет, ну и два разогрет. Но все равно начинается, сеется паника. Начинает падать боевой дух очень сильно. Плюс тут мои катафракты со своим мощнейшим чарджем, которые залетают сюда. Плюс еще копье сбоку стоит. Но это все действует очень, очень хорошо давит на психику. Ну, так сказать, на психику варваров. Варваров она, психика это слабая сторона. Они очень быстро сдуваются, когда несут потери. Даже обессиленные катафракты, как они все демонстрируют. Видите, одно копье уже побежало. Паника, еще одно побежало. Остает только одно копье. И все. Здесь я одержал победу, раздавил германцев. Всем спасибо, друзья. С вами был Гамиль Карбарко. Оставайтесь с нами, смотрите наши видео, ставьте лайки. Бай-бай.